Денис, расскажи, пожалуйста, на чего тебе нужно сыроедение, почему ты перешел на данный вид питания? Мое решение перейти на сыроедение, это был такой для меня душевный позыв. То есть я, когда еще был вегетарианством, я хотел быть сыроедом, но у меня были определенные страхи. Я как это боялся, думал, мне чего-то будет не хватать, но я чувствовал, что мне это нужно в моей жизни, в жизни. То есть на пути, на котором я нахожусь, для меня сыроеденное должно было играть ключевую роль. И я это тогда почувствовал. И со временем, когда я прошел те определенные страхи, которые у меня были, в принципе, тоже разными такими, ну тоже на моем пути, на моем жизненном пути, пришел момент, когда я решил, моя душа, можно сказать, сказала, что почувствовал, что пора. И я это сделал совместно, я с моей женой, мы решили в один момент, что все, пора. И тогда мы, когда это было натурально для нас, тогда мы просто перешли и с тех пор мы сыроели. То есть в один период, если перешли, не было разногласий, как в Минонке бывает? Нет, да, да, все в один момент мы решили, мы это почувствовали, прочувствовали. И так как если это делается от души, то есть если ты делаешь своему позыву, то это получается натурально. Если это делается от ума, что было бы, если я бы делал это раньше, то было бы, наверняка было бы совсем иначе. А расскажи, пожалуйста, вот Денис до сыроедения, Денис после сыроедения, это два разных человека? Что-то вот, какие-то изменения в организме, может быть, прошли какие-то хронические заболевания? Да, да, значит, после сыроедения могу точно сказать, что, во-первых, я ощущаю намного больше, более энергичный. У меня больше энергии, я сплю меньше. Хочется, я ощущаю себя как ребенок. То есть из точки зрения, что я сильнее намного сейчас, те вещи, которые я могу сейчас делать, я... Существенно, перед мне тебя, вот ты залазил на пальму, на высокую пальму, на хрященную. Если бы ты был не сыроеден, ты бы смог этого сделать? Как это делать? Ну, это мне трудно сказать. Я предполагаю, что нет, так как я после того, как я начал, ну, стал сыроедом, я также начал просто... Мне вдруг потянуло, опять же, душевно заниматься больше и йогой, и гимнастикой, поэтому я стал сильнее. И если бы до сыроедения у меня не было такого баланса в теле, который у меня сейчас. И, а чтобы вот залезть на пальму, нужно полный баланс тела, то есть должны быть сильные мышцы и здесь, и здесь, и здесь, и везде. И, в принципе, я бы такой бы не смог бы сделать, потому что у меня тогда не было такого баланса, как сейчас. Знаешь, вот у многих мужчин есть такая проблема средняя. Они хотят очень сильно набрать вес, набрать мышцы, которые у них были раньше в традиционном питании, а не получается. Вот нужны ли вообще вот такие вот большие мышцы, как у быка, скажем так, или это все, ну, как бы второй план, а главное, чтобы ты был ловким, сильным, и растяжка была хорошая? Насчет мышц. Значит, у каждого человека своя индивидуальная структура. Поэтому, что сыроедение делает, оно приводит человека в свою натуральную форму. Также, поэтому, если кто-то хочет быть больше, чем для них натурально, то тогда вот разные применяют разные там как-то стероиды, все остальное. Есть некоторые, которые так делают. Сыроеды. Не сыроеды. Я говорю сейчас про обычных людей. А вообще, что сыроедение делает, то есть, если твоя натуральная форма иметь, скажем, какие-то мышцы, плюс также, если ты занимаешься, скажем, я люблю физически заниматься. Я люблю делать йогу, как я говорил уже, гимнастику, поэтому у меня есть мышцы. Поэтому даже если, скажем, на меня человек посмотрит, они, может быть, не будут знать, что я сыроед, потому что есть понятие у некоторых людей, что если ты сыроед, то ты, скажем, как вот, ну, палка и все. И это может быть с человеком, если, скажем, он, вот, скажем, только на сыроедении, но не занимается физически, скажем, они просто сидят, ничего не делают, то тогда это у них может быть абсолютно. Ну, то же самое, если вот у нас есть сыроеды лошадь, у нас есть гориллы, у нас есть гиппатам, у нас есть слон. То есть у нас есть разные примеры животных, которые сыроеды, но если посмотреть на вот мышцы вот лошади или, скажем, вот горилла, они громадные, у них большие мышцы, а у них физическая активность. И для человека в их натуральной форме, как я вижу, человек это активное существо, что физически, что ментально, что душевно. То есть мы здесь, мы как творцы-создатели нашей реальности, мы все время активничаем, то есть мы все время что-то делаем, что-то сотворяем. Если мы этого не делаем, то это, ну, можно посмотреть на наше психологическое тогда состояние, если мы этим не занимаемся. То есть, поэтому мышцы это такая вещь, все придет. У меня еще был такой опыт, то есть когда я перешел на сыроедение, поначалу я потерял вес. Я сбросил, может быть, ну, в паундах это, кажется, я сбросил почти 10 паундов. Это, может быть, в килограммах это, может быть, 5-6 килограммов, кажется, вот так. 5-6, у меня примерно такие же показатели, кстати. Ну, да, то есть если ты знаешь, что это такое, то я знал, что мое тело просто перестраивается. Я насчет этого вообще не волновался. Я знал, что это пройдет, и опять, да, у меня опять вес вернется на тот вес, который для меня идеальный. И так точно произошло примерно через месяц-полтора, то есть у меня все вернулось. Через месяц-полтора уже вернулся вес. Да, да. Здорово. Только потому, если я бы больше волновался и нервничал, это бы заняло бы дольше, так как наши мысли влияют на наше сознание. Поэтому так как я вообще насчет этого не парился, я про это забыл, и все сразу вернулось. Поэтому любой человек, который переходит, скажем, на сыроедение, скажем, если мужчина хочет набрать мышцы, вы будете набирать мышцы, если вы будете с собой заниматься, и даже не будете думать, что, а если вдруг это не произойдет. А просто знайте с уверенностью, что да, у вас все будет. Есть сила, есть мышцы, наберете, если хотите. Абсолютно все возможно. Лиз, а вот скажи, пожалуйста, сколько ты сейчас уже сыроедешь? Сколько на таком питании? Я уже почти три года. Вот смотри, и сейчас по истечению трех лет прошли ли привязанности к запахам? Вот по Таиланду, например, идешь, жареное мясо пахнет. Сейчас эта привычка пихать и хотеть попробовать это, она осталась или она уже исчезла полностью? Нет вообще. Что еще интересно вот у меня изменилось со временем, это мое воспринятие вообще пищи еды, что такое для меня еда. Расскажи, пожалуйста, подробно. Для меня еда это, в принципе, что-то просто, что, скажем, дает мне энергию. Но это то, насчет чего я не парюсь и не хочу как-то тратить время на это. Так как, опять же, вот то, что я говорил, я как будто как в детстве. То есть я в детстве, я не хотел есть, мне заставляли. Передо мной семья там плясала, пока я открою рот и все остальное. Так как я постоянно чем-то хотел заниматься. Мне некогда было для еды. И, в принципе, у меня сейчас подобная ситуация. То есть я вот, если я голодный, скажем, да, я поем. Но мне не интересуют так эти запахи и вкусы, как они когда-то меня интересовали. Мне когда-то интересовало гурманство. Я когда-то ходил там по ресторанам. По сыроеденным ручкам, да? Даже не по сыроеденным. То есть я до сыроедения я когда-то был заинтересован в гурманстве. По разным ресторанам ходил. Когда мы перешли на сыроедение, поначалу мы много времени проводили на кухне. Пробовали разные там рецепты. Много дегенерированной пищи, чтобы какие-то вкусы что-то напоминало. А потом мы от этого как-то отошли. Просто перестало это интересовать. Через сколько примерно? Ну, где-то, наверное, я бы сказал, для нас где-то полтора года было такое более серьезное изменение для нас. А сейчас уже довольно просто. Сейчас я как это называю fast food или быстрая пища, что просто проголодался, скажем. Вот я ехал там по дороге. Вот вижу, бананы взял, быстро съел. Или там курсы с помидорами, какие-то зелье захотел, взял. И в принципе все. И не задумываясь на счет этого, я просто продолжаю делать то, что я действительно хочу. На что я действительно хочу уделять свою энергию. А не, скажем, на пищу, что мне кажется уже не так меня волнует. Это сейчас супер. Но вот все-таки немножко затроните тему этого рациона. Что еще входит, кроме курсов, помидоров и бананов? Что еще ты кушаешь? Обычно вот сейчас дороги, что я замечаю, скажем, я приспосаблюсь к той пище, которая здесь есть. То есть, например, когда я обычно, вот я живу в Штатах, мы обычно питаемся, мы делаем такой смудри, получается, это фрукты и зелень, коктейль. А зеленый коктейль называется? Да, скажем, зеленый коктейль с фруктами и зеленью. Добавляем туда воды и пьем это с бананом. Это обычно наш завтрак. А потом, скажем, на обед мы можем есть там салат какой-то, скажем, зеленый салат. Без добавления масла. Мы им, да, масло как-то, это, кстати, тоже со временем ушло, это восприятие масел. Когда-то мы добавляли и масло, и там орехи, там у нас были такие рецепты, там масло и орехи, там еще авокадо, то есть, а сейчас я бы не смог такого даже изменилось восприятие. Поэтому, скажем, у нас такой типичный обед, какой-то салат. Иногда, если вдруг нас тянет, скажем, сделать какое-то блюдо, мы, скажем, сделаем там сирогические суши или что-то такое, более такая, специи какие-то добавим, если иногда вдруг хочется. А так, в принципе, мы делаем какой-то салат. Ну, у нас ужина нет, мы просто, скажем, фрукты поели какие-то и все. И вот так. На этом данном моменте вот так. Вполне может быть, что через год или еще что-то будет еще что-то новое. Все-таки с гос. Фрейдни мы все поговорим. Да-да. Слушай, а вот многие считают, что фрейдни – это вот панацея всех болезней, панацея, вот такой путь к здоровью. Согласен ли ты с этим или ты считаешь, что другие факторы тоже влияют на наше здоровье, не только одно правильное питание? Абсолютно. Другие факторы тоже влияют. А фрейдни – это не ответ на все вопросы. Самое важное – это сознание человека. Поэтому, если в сознании человека есть еще определенные программы, определенные психологические привязки, какие-то еще проблемы, которые не решились, что произошло с едой? Со временем люди начали использовать еду как как-то, как это слово пытаясь на русском выскочить, в общем, убегать от проблем. То есть, используя сыроедение, то есть не сыроедение, используя обычную еду, какие-то вкусы, они убегали от каких-то проблем и психологически просто заедали свои разные проблемы. Поэтому, если, скажем, такой человек переходит, скажем, на сыроедение, но в первоначале не работают со своими эмоциями, они никуда не уйдут. Потому что первоначально человек должен осознать, если они хотят это делать, то есть, если их тянет решать свои разные проблемы, которые у них есть в жизни, то первоначально нужно осознанно к этому подходить и с этим работать. И сыроедение, скажем, может помочь это выводить, плюс другие разные вещи. Но само по себе это не решит, скажем, разные проблемы, которые также могут быть завязаны с не только психологическим, а также с физическим состоянием. То есть, может быть, какая-то болезнь обязательно связана, скажем, с чем-то обязательно физическим. Да. Поэтому сыроедение, да, также сыроедение, да, она излечивает болезнь. То есть, я заметил, что, например, я перестал болеть. То есть, это сразу заметно. То есть, и также ещё классно, что если человек в путешествии, очень трудно отравить, скажем, там, манго, бананы или огурцы. По сравнению, если ты пойдёшь в какой-то ресторан и там поешь, где можно отравиться. То есть, это тоже намного легче с этим. Поэтому, да, то есть, и, конечно, вот, например, насчёт, также насчёт чистки, такая ещё одна тема сыроедения. Очень интересная тема. Да, что тоже можно сделать. То есть, если человек идёт на сыроедение, то, соответственно, и организм становится здоровее, и могут разные болячки, которые просто излечиваются сыроедением. Да, это, скажем, уйдёт тоже. Поэтому, в общем, это целый комплекс. Комплекс, да. Вот вода, которую мы пьём. Ну, мы почти не пьём, наверное, уже как... Не знаю, я не потребляю воду, практически. А, да, я пью воду, да, я пью иногда много, но по потребностям. Иногда телу хочется пить воду, я пью, когда не совсем, я не пью. Но вода, скажем, для меня, для нас довольно... Ну, ещё главный входит в рацион абсолютно. Вот, воздух, да? Наверное, поэтому ты здесь находишься в Таиланде, но вот ты и саму здесь прекрасный просто воздух. Вот, еда, сон и так далее. То есть, факторы-факторы, которые действительно складывают общую картинку вашего здоровья. Да, и также гимнастика, например, я... Физические упражнения. Физические упражнения. Я ещё делаю, например, дыхательную гимнастику, что я заметил мне. Например, я бы сказал, что ту гимнастику, которую я делаю, она также помогает с моим здоровьем. Если бы я бы её не делал, я бы не знал, что было. Также вот ещё одна вещь. Мы каждое утро, например, мы делаем зелёные соки. То есть, зелёный сок. То есть, это вот только определённая трава. У нас есть такая соковыжималка специальная, которая может зелёную траву выжимать. Ага, здорово. И вот мы делаем этот сок каждое утро. Мы тоже замечаем, как это на нас влияет и как, скажем, это помогает тоже. Это может помочь любому человеку, который, скажем, эти проблемы с здоровьем. Такая утренняя детоксификация, можно сказать. А скажи подробнее про дыхательную гимнастику. В чём она заключается? Это такая, которая вот такая? Нет, я никуда не нажимаю. В принципе, это смесь. Здесь я тоже, я когда-то в Ютубе увидел видео одного индуса. Я забыл, как его зовут. И, в общем, он делал упражнения пранаямы. И мне понравились некоторые упражнения, которые он делал. И я просто начал их тоже делать. И потом я что-то своё добавил. И, в принципе, я делаю такие пять упражнений. Каждое утро я делаю эти пять упражнений. Перед тем, как я делаю какие-то упражнения йоги и всего остального. И также потом я ещё делал одно упражнение. Тоже я как-то его сам придумал. Я сделал смесь дыхательной гимнастики и одного упражнения цигуна под названием «Жизнь спасатель». То есть я как-то это в свой комплекс ставил. Мне они очень нравятся. Мне нравится, как я себя после этого ощущаю. И это... Я также заметил, как я стал по-другому дышать. Например, я могу пойти куда-то. Я не устаю, если я долго иду. Или в гору иду. Намного дольше могу держать своё дыхание. То есть, видишь, это тоже как-то вошло в мой рацион. Вместе и с сыроедением, и с йогой, и с тем, чем я другими вещами занимаюсь. Я очень многими разными аспектами занимаюсь в своей жизни. И сыроедение – это один из этих аспектов. Но много-много всего остального. Всё, супер. А ты сейчас живёшь в Штатах. Ты живёшь, по-моему, в Штатах с детства, да? Да, с 10 лет. С 10 лет. Вот, как там с сыроедением? Не умерло ли там сыроедение в США? Нет, нет. Как я вижу, в принципе, только расцветает. То есть, так же, как я замечаю по всему миру. То есть, эпоха, когда люди вот такие вот фастфудами наедались, она уже доходит просто, и люди более осознанно подходят к питанию. А где-то да. То есть, это то, что вот это фастфуд, это ещё, конечно, осталось, это ещё существует. Ещё найдёшь, как будто такой отдельный мир, где ты увидишь людей, которые выглядят очень больными, сидят, скажем, в ресторане фастфуда, едят то, что их явно убивает, и они неосознанно в своей жизни. Такое ещё существует. Но это меняется, и меняется сейчас, я замечаю, ещё серьёзнее и серьёзнее. Сейчас и когда-то было какое-то небольшое движение, сейчас это серьёзно продвигается, и насчёт ГМО, насчёт пестикцидов, насчёт, ну, в Америке называется organic, или органическая пища. Здесь, это, кажется, называется bio. Bio, тоже органик называют. А, тоже organic, окей. Да, bio-пища. То есть, это сейчас продвигается. А есть штаты, которые более прогрессивные в этом, и я могу сказать, именно вот западное побережье, штат Калифорния, Орегон, там насчёт этого уже, скажем, ну, дольше с этим занимаются. Более прогрессивные люди там живут в этой сфере. Но в других штатах это тоже продвигается. В принципе, страна меняется в эту сферу. В сферу здоровья, здоровой пищи. Да и вегетарианство, веганство. То есть, уже люди начинают задумываться, когда они, например, вот видят ролики, как корова страдает. Да, да, да. И даже, вот я недавно, один ролик меня очень сильно затронул. В этом ролике нет никакой крови вообще, но есть корова, которая осознает, что её сейчас убьют. И она смотрит в камеру перед тем, как она осознает, что её убьют. И это просто так меня затронуло. Только вот этого достаточно, чтобы увидеть, что человек неосознанно делает. И вот такие вещи, как я вижу, затрагивает всё больше и больше людей. А у меня, вокруг меня люди переходят на, например, вегетарианство, которое до этого в жизни бы этого не сделали. То есть, я вижу, как коллективное сознание меняется в этом мире. И я это вижу, и я в одно и то же время, зная, что это происходит, это должно произойти. Поэтому это всё происходит. Всё так здорово, что это всё происходит. Да, да. Так здорово, что люди стали жить осознанно. Да, всё больше и больше. Просто приятно. Абсолютно. Слушай, хотела бы, чтобы ты поверился своими секретами, может быть, фишками перехода на сыроедение, что тебе помогало там вот сбегать крупного такого, большого голода. Может быть, книги, которые ты прочитал, которые тебе помогли также с переходом. Вот для наших выписок, которые только собираются переходить на сыроедение, вегетарианство. Могу сказать, что так как это у меня был такой душевный позыв, у меня не было никаких... когда у меня было чисто голода, я просто, скажем, больше чего-то ел. Поначалу, я помню, вот первые несколько недель у меня было такое ощущение, как будто я не доедаю. Я вот очень много ел. Это я помню. А так, в принципе, мы просто готовили по тому, что как-то по потребностям. Вот нас тянуло на какие-то рецепты. Мы их делали, мы готовили, и мы наедались этим каждый раз. И потом просто, как только потребности начали уходить, мы начали по-другому готовить. Поэтому совет, который я могу сказать, мне кажется, для любого человека, который приходит на эту деятельность, самый важный совет – это не издевайтесь над собой. Слушайте себя. Если хочется сорваться, пожалуйста. То есть, если вдруг у кого-то есть тяга, вот я хочу вот этой каши, лучше сделай это сейчас, потому что если ты в себе это будешь ущемлять, потом так сорвешься, что в жизни не вернешься. Поэтому это такие вещи, которые я могу сказать. Просто слушайте себя. Действуйте по вашим позывам. И старайтесь быть в балансе с собой. Потому что сам смысл, что сыроедение, например, почему я выбрал этот путь? Почему, например, почему не сыроедение – это один из аспектов жизни, который мне помогает? Потому что это помогает мне приводить к освобождению, к свободе, к свободе и к сосознанности. Если человек начинает смотреть на сыроедение как на какую-то систему, довольно фанатично, как на какой-то культ, то это, наоборот, делает человека рабом этой системы. И тогда, получается, человек, опять же, не любит себя. Получается, человек не относится к себе к уважению. А не в этом смысл. Поэтому, если превратить это в систему, то это будет действовать против этого человека. И потом этот человек неосознанно может подумать, что вина сыроедения. Да. Поэтому слушайте себя, слушайте свои душевные позывы, идите по жизни плавно. Если что, то попробуйте, если что, то попробуйте. Не мучьте себя. Не мучьте себя. Живите спокойно. Жизнь прекрасная, мир вот это прекрасен. Абсолютно. Да, да. Денис, спасибо тебе огромное за это интервью. Благодарю. Взаимно. Здорово, что мы встретились на таком клевом тропическом острове. Да, да. Надеюсь, еще встретимся. Хорошо. До новых встреч. Пока-пока. Друзья, если вы знаете, если со мной переходить на Суреедения, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте ваши комментарии, я всегда им рада. А также жмите лайк, если вам понравилось. До новых встреч.